Вот стихотворение, которое прозвучало перед этой песней, я его написал давным-давно, после того, как пришел из армии, и там есть такая строчка не очень, не всем понятная «Питер, печи, луна, Израиль». Дело в том, что это стихотворение было посвящено другому ему, который, пока я был в армии, он уехал жить в Израиль, а печи — это такой военный городок под Минском, в Белоруссии, в котором я служил, поэтому так «Питер, печи, луна, Израиль». Как-то так получилось, что именно в рядах советской армии я стал придумывать свои первые стихи и песни, они не имели никакого отношения к тому, что происходило вокруг, к армии, к вот этому всему. Они, скорее, были изнутри откуда-то происходили, это была попытка такая сохранить свой внутренний мир в этих таких жестких, нетривиальных, таких экстраординатных условиях, в которых я оказался, как и миллионы других людей. Вот. И я помню, как мне хотелось в армии домой, и когда я приехал, вернулся из армии в родной свой город, Ленинград еще тогда, я написал такое стихотворение, которое я до сих пор иногда читаю. Люблю тебя, Петра, приют, ты ныне так оттяжен, Твоих ночей дневной уют так мягок и протяжен, Что даже транспорт и маршрут уже совсем не важен. Нева кипит, гранитом плит, И плит гранит ее хранит В благое наказание Сайгон закрыт В поганке спит И пить двойной Идем в гастрит Тусовки наказание Но Питер крут И климат гуд А Невский царь природы Коты плюют На обоюд, на то, что пьют На то, что бьют И на прогноз погоды О ленинградские места О минеральные уста И приторные груди Твоя бездонна красота Вода, слеза, слюна, слюда Эх, сигану сейчас с моста Вписался, скажут люди И тоже, в этой склоннике есть непонятные строчки Там упоминаются всякие такие тусовочные места Которые тогда были очень популярны Сайгон, Гастрит, Паганка и так далее Такие хиповские места Ленинградские Почему я сейчас прочитал стихотворение? Я хочу вам передать привет От города своего родного Петербурга, уже Петербурга И вот сейчас будет такая Чисто петербургская песня Куплеты старушки-проценщицы Из музыкальной сказки Всем известны петербургские преступления и наказания Во дворе петербургском колодезном Раздаются стенания шарманки У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у А болото мое, только ступишь на бой И уже не уйдешь, не отцепишься А ведь я ни хига, ни колдунья с люкой Я всего лишь старушка-проценщица Заходи же ко мне, посиди, попосля Я вполне компанейская тедушка А квартира моя на двери два нуля А ведь же не виногонная черточка Ваши вещи беру на хранение Чтобы снять с ваших душ дивиденды Я стара, но ко мне тем не менее Иногда даже ходят студенты Заходил тот один, все в глазах, как шпион Нечто прятал, бродяга под вышкою Но я его помнишь Мне добор не дружок, лучше с бедой дружок За зверкнижкою И я ей плову не мутно дала два носка Пусть в другой раз пролаза не выжится А квартира моя на двери два глазка А ведь же не мелодийская книжится Я практически умна, обязательно Но для дела сыграю и дуру И не зря изучают писатели Мою нечто живую натору Загадил тот один, с головой не в ладах А писать обещался в романчике Но меня не проймешь, я же давно в годах Все писатели знал, обманщики Мне великих селя в них иная строка Посильнее любого на фауста А в квартиру мою два коротких звонка А между ними длинную Очень-очень длинная Пусть стекают богатства несмертные В мой сундук, как бездонную чашу Я бессмертник, а щеля бессмертного Я на златом цвету, а не чахну Хоть ножом не дорежь, хоть сатирой сражай Все одно ничего не изменится Я опять соберу ваших душ урожай А шарманка их смелит, как мельница Загони же ко мне, и матерый, и для всех Ко мне заносила из-за черпушка А квартира моя на двери два нуля А между ними нагонная черточка А между ними нагонная черточка А между ними нагонная черточка По дворе петербургском колодезном Отмечают двухсотлетие Федора Михайловича АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ